Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Иван. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о недостатке кальция у растений на примере томата. Кальций наряду с калием, магнием, фосфором, другими элементами питания является одним из важных элементов, без которого невозможно получить высокого урожая. Перцы, томаты, баклажаны, все бахчевые культуры, включая огурец, очень нуждаются в этом элементе. Кальций выполняет массу важных функций внутри клетки, и поэтому его недостаток приводит не только к изменению формы, размера, цвета листвы, но также и к повреждению плодов. Одним из наиболее известных заболеваний, характеризующих недостаток кальция, является вершинная гниль. Вершинная гниль характерна не только для томата, хотя у томата проявляется чаще всего. Она также характерна и для баклажана, и для перца, и для огурца, и для кабачка, и для многих других растений. К недостатку кальция также очень чувствительна капуста. В случае недостатка кальция, а еще и при условии высокой кислотности почвы, капуста начинает страдать киллой. Напротив, при использовании известковых удобрений, кила уходит. Надо помнить, что киллой болеет не только капуста, но и другие крестоцветные культуры. А высевая сидераты, такие как, например, редька масличная или горчица, можно способствовать распространению киллы. Надо быть в этой связи очень внимательным. Итак, вернемся к кальцию. Недостаточность кальция может обуславливаться различными причинами. Во-первых, это элементарная недостаточность кальция, когда кальция попросту не хватает в почве. Недостаточностью кальция характеризуются торфианные органические почвы, чаще всего с кислой реакцией. В этом случае абсолютно необходимо вносить известковые материалы в качестве кальциевого удобрения. Одновременно они и подщелачивают почву. В то же время, надо помнить, что подобного рода удобрения действуют не сразу, а на 3-4 и даже еще более последующие года. Поэтому, если в почве кальция не хватает, я вам рекомендую делать быстрые кальциевые подкормки по нашим рецептам, размещенным на канале Процветок. Полюбопытствуйте эти ролики, там все хорошо объясняется, как сделать такие подкормки. В то же время, получить элементарное кальциевое голодание, связанное с недостатком кальция в почве, достаточно сложно. Почему? Если вы используете водопроводную воду для полива, если вы используете колодезную воду, то есть подземные воды для полива, даже верховодки, если вы используете воду из рек, в этом случае они в достаточной степени насыщены кальциевыми, а также и магниевыми солями. Поэтому, в случае использования для полива такой воды, кальциевое голодание ожидать не приходится. В то же время, если вы используете дождевую воду, преимущественно собираете ее в бочки для полива, она бедна различными солями, в том числе и кальциевыми. В этом случае, при высоком уровне выноса кальция из почвы, в том частности, такими культурами, как томат, которые выращиваются на одном и том же месте много лет, например, в защищенном грунте, можно, конечно же, добиться большого выноса кальция и, соответственно, дефицита в почве. Вторым фактором, который влияет на недостаток кальция в почве, является регулярное использование сидоратов, в особенности крестоцветных, той же горчицы, того же рапса, той же редьки масличной и других. Почему? Дело в том, что закладка зеленой массы в почву, систематическая закладка зеленой массы, способствует мобилизацию растворения кальция, и он покидает почву вместе с поливной водой и мигрирует в более глубокие слои, куда не проникают корни. И, соответственно, вот такие культурные растения с поверхностной корневой системой, а это и томаты, перец, огурец и многие другие, этот кальций для них становится недоступным. Выходом из этой ситуации может быть замена, либо совместные посевы крестоцветных сидоратов вместе с бобовыми, с тем же горохом. Длина корней гороха может достигать 2-2,5 метров и более. Это способствует выносу из глубоких слоев почвы кальция в более верхние слои. И, несмотря на то, что при запашке вот этой зеленой массы почва закисляется, кальция мобилизуется, в то же время мы с этой зеленой массой вносим и значительное количество кальция, что способствует здоровью последующих культур, которые мы выращиваем ради урожая. Либо же, если вы систематически используете сидорат и запашку зеленой массы, делаете активную травяную горячую мульчу, впоследствии вкапываете ее в землю, увлекаетесь органическим мульчированием, увлекаетесь опилками, качеством мульчирования листвой и так далее, обязательно ежегодно, осенью, под легкую перекопку какую-то, даже если вы не сторонник перекопки земли, все равно легкую перекопку сантиметров на 10 надо сделать, для того, чтобы внести кальциевые удобрения известковые, нейтрализовать излишнюю кислотность и обогатить почву кальцием. Считается, что калий является антагонистом кальция. Высокие дозы вносимого калия способствуют снижению уровня поглощения кальция растениями. Отчасти это правда. Кроме того, высокие дозы кальция, в свою очередь, снижают всасывание магния, блокируют всасывание магния. Как же узнать, что вашим растениям кальция не хватает? Кальциевое голодание очень похоже на магниевое голодание, с той лишь разницей, что если межжилковый хлороз в случае магниевого голодания затрагивает нижние листья и средний ярус, то кальциевое голодание точно так же межжилковым хлорозом проявляется на верхних листочках. В лабораторных и опытных условиях, когда мы используем для полива водопроводную воду, добиться кальциевого голодания у опытных растений не так и легко, потому что с каждым поливом мы вносим, вносим, вносим кальций. Многие, кто выращивает комнатные растения, часто сталкиваются с избытком кальция в почве. Он формирует такие высаливания в поддоне, в блюдце и по краям горшков. То же самое происходит при выращивании той же рассады в таких вот опытных условиях. То есть здесь надо было бы применять дистиллированную воду. Однако в целом растения выглядят угнетенными, и вот у них верхушка страдает, обнаруживается межжилковый хлороз, и вот все те симптомы, о которых я говорю. Кроме того, в таких случаях очень сильно острые нехватки кальция, особенно это бывает тогда, когда мы используем торфяную землю, в которую не добавлялся производителем дополнительно кальция в виде извести или мела, можно даже наблюдать отмирание верхушек растений. И все это говорит о том, что кальция не хватает. Итак, для того, чтобы сделать подкормку кальция, не нужно сильно мудрить, достаточно лишь либо растворить мел в уксусной кислоте по нашему рецепту, либо растворить залу с уксусной кислотой для того, чтобы мобилизовать, растворить тот кальций, который там есть, и сделать пролив. Между прочим, увлечение зольными растворами для полива растений, в частности томата, с целью подкормки калием и являются одним из существеннейших факторов, влияющих на доступность кальция. Увлеченный зольными растворами приведет к тому, что вы получите у себя вершинную гниль у томата. Поэтому не стоит увлекаться этим способом, лишь сделав зольную настойку. Обязательно нужно ее делать с кислотным компонентом, с уксусной кислотой, со столовым уксусом, у нас также есть видео на эту тему. И, соответственно, вы не только калий будете вносить, но также и мобилизуете кальций. Вот это шипение золы укажет на то, что кальциевые карбонатные соли, наряду с калиевыми солями карбонатными, растворяются, переходят в раствор в виде ацетатов. И то, и другое очень полезно. Если вы вносите высокие дозы калия, да, они могут несколько снижать уровень поглощения кальция. Однако многие блогеры драматизируют ситуацию. Не стоит очень сильно бояться блокирования калием кальция. Это характерно только для зольных растворов, либо для каких-то категорических случаев, когда вы просто катастрофически перекармливаете сульфатом калия ваши растения. Все элементы питания калий, кальций и магний в период созревания томатов должны поступать к растению гармонично. И если вы будете делать частые, но очень жидкие подкормки, а жидкая подкормка – это столовая ложка сульфата калия на ведро воды примерно раз в неделю, в этом случае никакой кальций вы не заблокируете. Вот если вы вносите щелочной раствор, зольный раствор, который лишён растворённого кальция, но там достаточное количество карбоната калия, в этом случае вы заблокируете, конечно, и кальций, и магний, и вызовете голодание томата по двум этим элементам. Что ж, многие наши зрители отмечают, что первые томаты у меня были с вершинной гнилью, а потом эта вершинная гниль сама по себе прекратилась. Это всё связано с тем, что в какой-то момент было внесено несбалансированное питание, и, скорее всего, были внесены вот такие щелочные, зольные растворы без добавления кислотного компонента, в частности, столового уксуса, а потом ситуация выправилась, и уже кальций стал доступен. Таким образом, вот два типа кальциевой недостаточности – это элементарный его недостаток и избыточное содержание калия в виде зольных растворов являются главными факторами возникновения вершинной гнили. Насколько эффективно поверхностное нанесение кальция на растения, кальциевых растворов? Вообще-то этот способ, хоть и практикуется некоторыми блогерами и даже любителями, он очень малоэффективен, потому что поглощение кальция поверхностью листьев является очень и очень слабым. Свидетельством тому могут быть любые оранжерейные комнатные растения, которые систематически и регулярно опрыскиваются жёсткой водопроводной водой. Стоит один раз их обработать, как тут же мы на листьях наблюдаем некрасивые пятна, высолы, кальциевые соли там на поверхности накапливаются. Они не поглощаются, к сожалению. И уж тем более безумие использовать аптечные растворы хлорида кальция или каких-то ещё других солей, аптечные, ампульные, для внутривенного вливания, для каких-то мышечных, внутримышечных растворов и так далее. Дозы там настолько смехотворны, а стоимость препаратов настолько велика, что вы никогда не восполните недостаток кальция, используя подобного рода препараты. Поэтому, пожалуйста, используйте нормальные агрономические методы внесения кальция в почву, а также сбалансированную подкормку, когда элементы не будут блокировать один другого. Всё хорошо в меру. Будем об этом говорить ещё ближе к завязыванию плодов. Ну а сейчас, кто проинформирован, кто знает симптомы, кто уже умеет и научился наблюдать за растениями, тот вооружён и не попадёт в просаг, а уж тем более не попадёт на непрофессиональные советы. Что ж, желаю здоровья вам, вашим растениям и богатых урожаев. Всего хорошего! Субтитры создавал DimaTorzok